добрый день друзья меня зовут елена гайдук я художника преподаватель живописи детям и сегодня давайте мы с вами порисуем вот такой вот простой но интересный сюжет подойдет для детей 5 возраста 5 плюс вот здесь показано на маленьком формате мы с вами перенесем его на большой за одной разберем как масштабировать это ориентировать так образец я пока убираю нам понадобятся красочки давайте по по рисунку посмотрим какие нам красочки понадобятся так нам понадобится обязательно красный зеленый желтый так желтый коричневый синяя светлая я буду использовать для стола черный так черный и конечно белый да какие нам понадобятся кисти нам понадобится круглая средняя и круглая маленькая так давайте приступим потихоньку начнем по поводу формата как перенести рисунок с одного формата на побольше мы ориентируемся по контурам нашего главного объекта то есть мы смотрим что у нас цветочки здесь здесь у нас заканчивается примерно то есть ориентировочно где-то мы стол оставляем так по краям тоже у нас должен остаться так то есть нас по краям тоже должно остаться место мы на все это ориентируемся где у нас проходит начало горшочка начало горшочка проходит чуть ниже середины здесь мы тоже находим серединку глазом до глаза миром и горшочку нас будет начинать это вот здесь соответственно вот там как у нас будет где-то вот здесь тут год у нас цветочки то есть и соответственно у нас уже будет вот такого размера то есть если он будет вот такого размера то ведь он насколько больше у нас вот этого так я думаю суть понятно поэтому давайте начнем начнем с горшка горшочка . . . . как-то грубо прозвучало да так начнем с горшочка чисто красным цветом так как мы уже с вами определили до находим середину и относительно середины листа чуть ниже у нас тут будет начало ну и где-то ориентировочно пальчика 2 мы делаем донышко так то есть он у нас будет посерединке прям примерно откладываем одинаковое расстояние так и стоим горшочек он у нас немножко книгу был сужаться и закрываем закрашиваем закрашиваем смело не боимся хорошо горшочек пусть наш пока отдыхает мы приступим к кактусу чисто зеленым цветом мы рисуем сначала контур нашего кактуса да помним что у нас здесь будут красные цветочки то есть там кактус будет где-то вот здесь начинается он у нас будет здесь здесь так и рисуем такого кузанчика так и и сразу при рисуем ему деток одну детку мы нарисуем сюда одну детку нарисуем повыше пусть он побольше будет такой вот уже да что то интересно и и закрашиваем так же можно рисовать на бумаге любого цвета можно даже на белый потому что здесь довольно яркие элементы просто цветная бумага она всегда дополняет фон рисунок уже более такой яркий насыщенный но если нет такой цветной бумаги можно рисовать и на белый конечно на зеленый он немножко потеряет можно на голубой рисовать теперь зеленый мы добавим немножко белого добавим немножко белого и пока у нас не сильно подсох мы сделаем полосу давайте свет у нас будет право хотя здесь на рисунке он слева я хочу сделать в этот раз справа поэтому у нас мы осветляем правую часть осветляем осветляем и осветляем и делаем горшочек сейчас также до красный мы добавляем белого и справа добавляем цвет осветляем немножко поверхность горшочком вот эту границу можно ее соединить чтобы она была плавная но если деткам сложно еще такой элемент выполнить не настаивайте просто вот можно оставить полоской этот цвет так и теперь в красный мы с вами добавим коричневый у нас получится темно-красного немного коричневого добавила мы это исправим вот темно-красный нам нужно и так же с левой стороны это называется собственная тень когда предмет сам на себя отстрасывает свою же тень здесь можно так немножко подчеркнуть так и давайте приступим уже к поверхности стола для стола я наверное возьму плоскую кисточку ей удобнее всего ей удобнее всего и синим цветом мы задаем поверхность аккуратненько обходим мысленно вот эту линию мы продлеваем и закрашиваем низ я заклеила полностью скотчем чтобы была ровная граница а здесь достаточно прикрепить на уголки так хорошо теперь перейдем мы с вами к кактусу снова я возвращаюсь к круглой кисти в синий вернее в зеленый я добавляю синий так чтобы у нас получился темно-зеленый цвет так и делаем полоску и и и и вы Теперь пускай он отдыхает, а мы сделаем с вами цветочки. Так, давайте три цветочка у нас будет здесь. Просто рисуем в виде таких шариков, такими хвостиками, чубчиками, шарики с чубчиками. А здесь, так как у нас маленький, мы просто сделаем чубчик. Вот, уже что-то интересное, хотя это вот здесь вот отдельно еще сделано. Вот, замечательно. Теперь темно-красным, который у нас с вами остался, мы сделаем синий объемом. Так, хорошо. Теперь в желтый мы добавим немножко белого, чтобы у нас он был более плотным, более насыщенным, не прозрачным. Так. Здесь, наверное, можно взять уже маленькую кисточку. И проработаем с вами цветочки. Мы, конечно, на них все равно еще такие сделать вблизи. Ну, так будет интересно. И там, где у нас полосочки, мы добавляем с вами таких неровных линий, да, потому что он у нас такой был. Можно здесь добавить. Линия такая как живая, будто сама по себе живет. Так, вот здесь. Теперь черным цветом мы с вами задекорируем наш горшочек. Так. Давайте сделаем полосочку здесь. Так. 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 А здесь нарисуем такой узор зигзагообразный. Угу. Так. 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 Отлично. Так. Черным цветом продолжаем. Сделаем с вами иголочки. В разные места. На самом кактусе делаем. В разные стороны. у нас такой колючий весь то колючий не дотрога можно добавить точечек и добавим здесь обязательно в разных местах на макушку жирная получилась и ничего страшного сюда пару жирных добавим когда оно скомпенсируется вот так отлично теперь нам надо сделать тень от горшочка так как у нас цвет падает с правой стороны тень у нас будет с левой стороны для этого 7 7 мы добавим немножко чёрного немножко черного и я хочу добавить немножко красного как рефлекс от горшочка и подчёркиваем и уводим до конца и вот эту часть мы закрашиваем отлично так и нам остается с вами белый блики я хорошенько кисточку меняю водичку и теперь уже чисто белым цветом мы делаем с вами блики это сделаем на самом кактусе так на цветочках на самом большом кактусе так на горшочке и можно немножечко это уже конечно для деток постарше то есть если прям с малышами рисуете этого можно не делать цвет от тени мы добавляем белый и вот тут немножко мы осветляем нашу поверхность так я бы еще знаете что сделал я бы еще добавила белых иголочек сейчас я думаю что на этом можно уже завершить наш рисунок ему осталось только подсохнуть брызги делать я здесь не хочу потому что они здесь будут лишние но если у ребенка будет желание можно сделать брызги аккуратно отклеиваем скотч от рисуночка так и наслаждаемся нашим результатом вот такой вот кактус красном горшочке у нас получился спасибо что рисовали со мной уверена у вас получился отличный кактус делитесь своими рисунками в комментариях и будет очень приятно всем пока пока